МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приватизировали квартиры, которые предназначались для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а после продавали. Ущерб, по оценке специалистов, составил 70 миллионов рублей. В своем последнем слове Вадим Кужирин просил суд учесть его сотрудничество со следствием и частичное признание вины, а также пожаловался на состояние здоровья. Обвинительное заключение по делу составляет около 130 томов, так что оглашение приговора может длиться не один день. В настоящее время судебное следствие по данному уголовному делу окончено. С рангой государственного обвинения просила Кужирину признать виновным, назначить ему наказание по совокупности преступления в виде 11 лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы. К отбыванию вы справитесь на колонии общего режима. Этот молодой человек задержан по подозрению в причастности к целой серии телефонных мошенничеств. По словам силовиков, действовал он вместе с приятелем. Вот его фото. Он также уже арестован. По данным следствия, чаще всего их жертвами становились пенсионеры и дети. Если трубку брал пожилой человек, то один из подозреваемых выдавал себя за родственника, который попал в беду и просил срочно передать деньги через курьера. Его роль исполнял подельник. Если на звонок отвечал ребенок, то деньги и ценные вещи его уговаривали передать лже-сотруднику полиции, потому что квартиру якобы собираются ограбить. Всего, по сведениям силовиков, на счету задержанных 8 эпизодов. Впрочем, не исключено, что их может быть гораздо больше. По ним обоим возбуждены общие. То есть, эти 8 уголовных дел соединены в одно производство, в одно уголовное дело. Положительно, не только в нашем районе промочном, но еще в советском, кировском, есть эпизоды, которые люди просто не заявляли. Как и пожилые граждане, так и родители, в отношении совершеннолетних, которых были совершены преступления. Отмечу, что в прошлом задержанные уже попадали в поле зрения правоохранителей. Ранее оба судимы за убийство и разбой. И полицейские просят всех, кто пострадал от действий этих людей, сообщить об этом по телефону, указанному на экране. Промышленный район, улица Нагорная. По данным ГИБДД, водитель Хюндая, двигаясь по улице Нагорной, сбил пожилую женщину и ее 6-летнюю внучку, когда те перебегали дорогу вне пешеходного перехода. От удара женщина скончалась до приезда медиков. Ребенок с травмами госпитализирован. По факту произошедшего проводится проверка. МИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Продолжение следует...